Хотел приобрести колеса, остался без денег и товара. Житель Нарьенмара отдал мошеннику почти 140 тысяч рублей. Несмотря на постоянные предупреждения, такие случаи на территории Ненинского округа происходят с завидной регулярностью. Александра Литкова продолжит тему. Одна из самых распространенных схем мошенничества выглядит так. Вам звонят и представляются работникам банка. Сообщают, что с вашей карты будет произведен денежный перевод. Если вы не хотите потерять средства, то их нужно снять в банкомате и положить на специальный счет. Такая история произошла с жительницей Нарьенмара. Она мне сказала, что необходимо снять все деньги, которые есть у меня на карточке, и привезти на счет, который она мне скажет. Я, естественно, растерялась, подошла к банкомату, сняла деньги, сняла более 100 тысяч рублей. Деньги Светлана положила на счет, который ей назвала мошенница. И только после этого женщина вспомнила, что сотрудники банков таким образом не обзванивают клиентов. После чего, да, я написал заявление в полицию, и мы сейчас сотрудники полиции разбираются по моей проблеме. По словам полицейских, такие дела сложно раскрываемые. Ведь преступники чаще всего находятся в других регионах. Но шансы вернуть деньги есть. В настоящее время проводятся оперативно-ужесные мероприятия, направленные на установление всех остальных совершенного преступления. А также проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 159. Не менее распространенный вариант мошенничества – покупки в интернете. Подобный случай уже практически раскрыт. Подозреваемый найден также на территории другого региона. А потерпевшим стал наивный житель Нарьенмара, который решил приобрести зимнюю резину на малоизвестном интернет-сайте, но остался без денег и товара. Неделю назад он заказал посредством сети интернет, вышел на продавца зимней резины и осуществил заказ на сумму порядка 140 тысяч рублей. Перевел денежные средства на указанные счета, указанные мошенникам. Резину свою не получил. В настоящее время злоумышленник не выходит на связь и скрывается от покупателей. По данному факту также возбужденное уголовное дело. Проводятся оперативно-розные мероприятия. Организован вы служебную командировку сотрудников УМВД с целью задержания указанного лица, совершившего указанное преступление. Стражи порядка в очередной раз рекомендуют не заказывать товары на малоизвестных и непроверенных сайтах, интернет-магазинах и у частных лиц. А также при подозрительных звонках из банка перезванивать на телефон, указанный на банковской карте. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.